В конференции, открывшейся гимном России и Кубани, собрала студентов, школьников, общественных деятелей, педагогов, муниципальных служащих, ветеранов войны и ветеранов пограничной службы и ФСБ. Цель – определить актуальные проблемы в области патриотического воспитания молодежи. Конечно же, основная задача – это посмотреть опыт работы вузов, СУЗов, саккумулировать, создать единую площадку, подключать, конечно же, и Советы ветеранов, общественные организации. Мы сегодня очень активно взаимодействуем с боевым братством, с нашими пограничниками, с военкоматом. Конечно, у каждого есть свои наработки, опыты. И как раз-таки задача этой конференции – объединить опыт, создать его в единую резолюцию, в единую концепцию и дальнейший год уже поэтапно ее реализовывать. На пленарной сессии выступил участник Великой Отечественной войны Михаил Инкин. Он рассказал молодежи о том, как, будучи 16-летними, рвались на фронт, как потом служили на Дальнем Востоке и с какой любовью строили курортные Сочи. Здесь же на пленарке стало известно, что в нашем городе будет создана юн-армия генерала Шойгу в рамках Всероссийского военно-патриотического движения, куда и пригласили сочинских школьников и студентов. Они меж тем готовят доклады на патриотическую тематику. Тема моего доклада – «Православный патриотизм в исторической судьбе Отечества». Я являюсь участником слета, который проводил наш университет в июле этого года. Он длился две недели, и участником слета стали лучшие представители студентов России. И наш слет носил патриотический характер. Он сочетал в себе и физическую подготовку, то есть мы сдавали нормы ГТО, также мы посещали духовные места. В зональном этапе первые два места заняли Маргарита Епинян и Ливон Качкарян. Впереди краевой этап конкурса, а уже по его итогам будет издан сборник материалов конференции. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.